Здравствуйте! В первом наборе миссийской школы было восемь человек, а во втором — двенадцать. Среди них я был самый младший, самый немощный, и было много недостатков у меня. В 1976 году Господь вел меня, чтобы я начал миссийскую школу. В этот раз, когда мы снимали документальную фильм, моя супруга рассказывала о ее дяде, господине Ли. Знаете, мне было так неудобно начинать миссийскую школу, потому что это было большое бремя. Я думал, как такой человек, как я, может начинать миссийскую школу? Я не могу. Но Господь вроде бы молчит. И я думаю, может, Бог забыл об этом? Но проходит время, снова Бог говорит, чтобы я начал. И дядя моей супруги, он является первым основателем библейского общества Южной Кореи. А в те годы библейское общество Южной Кореи называлось «Библейское общество английского и корейского языка». В то время он получил разрешение на то, чтобы переводить Библию и продавать ее. Дядя моей супруги встретился с королевой Великобритании. И он был первым корейцем, которого поцеловала королева Англии. Когда он жил на улице Пампо, я поехал к нему и встретился с ним. Я сказал, дядя, я хочу начать миссийскую школу. Может, вы поможете мне, и мы будем вместе заниматься этим делом? Я подробно рассказал план миссийской школы дяди. Он внимательно слушал меня. Потом говорит, как ты мог додуматься до такой идеи? Это очень хорошая программа. Если бы ты чуть пораньше пришел ко мне, я бы с радостью работал бы с тобою. Но, как ты знаешь, сейчас я уже в возрасте, и у меня проблемы со здоровьем. Я лично не могу помочь тебе. Но все, чем я могу помочь, я тебе дам. И помню, он дал мне целую коробку книг для миссийской школы. Я не знаю, о чем вы подумаетесь, я скажу следующее. Но те книги я не смог даже прочитать. Но он мне дал целую коробку книг. Но помню, что многие из них помогли мне. Сейчас они где-то растерялись. Была одна книга, которую я очень берег, но она исчезла. Мне очень подробно рассказывалось о периодах, которые написаны в Библии. А сейчас я даже не знаю, где оно лежит. Я сказал внуку, который живет в Америке, чтобы нашел эту книгу или хотя бы схожую. Но книги, которые меня отправили, они были намного хуже, чем та книга, которая была у меня. Знаете, когда я начинал миссийскую школу, было три брата, две сестры, всего лишь пять человек. Братьев и сестер в нашей церкви было 20 человек. Когда я сказал, что мы будем начинать миссийскую школу, они у меня спросили, а что это? Я сказал, нам нужно воспитывать будущих проповедников, поэтому мы будем тренировать братьев и сестер. Они спросили, а где вы будете тренировать? Я сказал, в зале. А где они будут ночевать? Вот здесь. А чем они будут питаться? Ну, едою. Пастор, так вы же тоже голодаете. Чем их кормить? Ну, вот так мы начали миссийскую школу. Людям было смешно наблюдать за нами. Но Богом была начата миссийская школа. И в этом году мы начали миссийскую школу в Америке. И в конце февраля мы закончили регистрацию. И еженедельно регистрирулись по тысяче человек. В настоящий момент 6800 человек зарегистрирулись. И, знаете, многие из вас ведут жизнь. Но порой, когда мы задумываемся… Господь Бог сделал нашу миссийскую школу самой большой в мире. Сделал самую большую теологическую школу. Мы открыли теологическую школу в Америке для того, чтобы тем служителям, которые услышали Евангелие, можно было научиться, как вести духовную жизнь. Мы хотим, чтобы они научились, как нужно проповедовать, как нужно жить верою. И оно было предназначено для служителей. Я думаю, что на каждом курсе будут учиться по 10 000 человек. Я спросил в Америке, сколько человек зарегистрировалось? Пастор Нуде Иль является ректором этой теологической школы. И говорит, что каждую неделю регистрируются около 1000 человек. Мне кажется, что все это снится. Мне кажется, что это все снится. Знаете, в Африке многие служители хотели учиться, но у них не было денег, поэтому мы сделали для них специальную скидку. И также теологический курс. для того, чтобы после окончания школы люди могли поступить и учиться. Знаете, я вот задумываясь, а вообще я мог бы заниматься подобными делами? Я начал министерскую школу в 1972 году. И знаете, я ничего не понимал. Помню только, как мы ругались с братьями и сестрами. Очень часто у нас была борьба. Конечно, не все. Но я видел, что среди них были драгоценные служители Бога. Где-то лет пять назад я подумал, если я умру, то сможет ли сохраниться эта вера? Я очень сильно беспокоился об этом. Но в последнее время я счастлив. Потому что я вижу, что появляются служители, которые намного духовнее, чем я. И пока я работаю вместе с ними, я видел, как церковь расцветает. Когда я строю какие-то планы, и когда Господь ведет меня, разница будет, как небо и земля. Господь Бог хочет использовать таких людей, как мы, для того, чтобы передать Евангелие до края земли. Когда я женился... Помню, прошло несколько месяцев. В то время в нашем доме часто не было еды. Моя супруга была в положении, поэтому живот начал расти. Знаете, когда у женщин растет живот из-за того, что они в положении, это хорошо. Никто не знает, что она голодает. Я вместе с моей супругой... Мы же пошли в детские дома. Где-то 4 километра от нашего дома был детский дом. И я хотел встретиться с директором интерната. Директор пришел к нам. Я сказал, я бы хотел вам кое-что сказать. Знаете, я получил специальную подготовку для того, чтобы евангелизировать дети. И я увидел, что здесь есть детский дом, интернат. Эти дети в настоящий момент находятся под вашим руководством, но когда они вырастут и уйдут из этого места, то оказываются страшным миру, поэтому они легко могут впасть в грех. И господин директор, если вы разрешите, то с понедельника по пятницу пять дней Я хочу научить этих детей о духовной жизни, о вере в Бога. Я ничего в замене требую от вас. Дайте, пожалуйста, только разрешение. Директор посмотрел на меня и потом сказал, ну ладно, хорошо. Моя супруга учила детей петь гимны. Господь любит меня. Господь любит меня. Он взял мой крест за меня, и Господь любит меня. Моя супруга, она очень теплый человек, поэтому дети очень хорошо следовали за нею. Помню, дети обнимали ее и плакали, и чувствовали большое счастье. Я передавал Евангелие. А директор сидел сзади и слушал внимательно меня. Когда настало время обеда, настолько хорошо накрылись стол, что мы были в изумлении. Я был очень благодарен. Мы пообедали. Я снова передавал Евангелие детям. Потом нам дали еще ужин. Мы поужинали. Я снова передавал Евангелие. Поздно вечером мы шли пешком до дома. Знаете, моя супруга плохо ходит. В этот раз, когда снимали документальный фильм, мы попробовали вместе с супругой ходить. Но почти так мы никогда не ходили. Обычно я иду, а потом вижу, что ее нет рядом со мною, оглядываясь, а она сзади. Я был очень благодарен в тот день Богу. На следующий день мы тоже встаем. Поскольку дома нет еды, мы сразу шли в детский дом. И на протяжении пяти дней мы были счастливы, что Господь Бог кормил нас. И с того дня мы очень близко начали общаться с директором интерната. В городе Хуме мы однажды проводили рожесинскую кондату. И пригласили высокопоставленных людей города. И пришел представитель управления корейской апостольской школой. Я сказал, я хорошо знаю эту школу. Он спросил, а как вы знаете эту школу? Я спросил, а разве пастор здесь учеб? Он не был членом управления этой школой. А он отвечает, это мой отец. Он привел меня в школу. Я ездил туда. И помню, мы провели очень хорошее время. И говорит, пообедайте вместе с нами. Тогда я сказал, знаете, я хочу с вами пообедать. Но сегодня у меня никак не получается. Можешь ли завтра меня угостить? Сегодня не могу. А завтра смогу. Тогда он сказал, хорошо, завтра приезжайте. На следующий день я поехал, взял своего сына. И он нас угостил говядиной, было так вкусно. Потом мы убрали еду. И я передавал Евангелие ему и его супруге. И они были счастливы. Знаете, из-за того, что я был занят, я не часто езжу к ним. Но когда я приезжаю к ним, они обязательно угощают нас с говядиной. Где бы я ни был, я помню, что я ел, потому что я люблю есть. И я помню, что мы тогда ели, и какой был вкус тогда. Однажды я в Кимчоне посетил одну церковь. Я сказал, я специалист по воскресной школе. Давайте мы будем учить ваших детей на протяжении пяти дней. Ничего взамен не надо давать. В основном все отказывались. Но в одной церкви дали разрешение. И я был благодарен, что вместе с ними мы могли проводить время. Знаете, когда я забочусь о моем будущем, о моей жизни, и когда Иисус об этом заботится, разница как небо и земля. Среди слушателей, я думаю, есть многие люди в возрасте. Попробуйте вашу жизнь поручить в руки Господа Бога. То, что сейчас в моем возрасте я могу стоять за кафедрой, за это я благодарю Господа Бога. И было удивительно, что когда я передавал слово в прошлом году, многие люди получили прощение грехов. Ладно, что-то остальное, может, оставим. Но что касается нашей жизни... Пускай Иисус планирует нашу жизнь. Потому что жизнь, которую ведет Иисус, это жизнь, которую невозможно представить. Знаете, в последнее время я думаю о тех вещах, о которых только мечтать можно. Представляете, в прошлом году я передавал слово, и 3 миллиарда человек могли услышать слово. И только прощение грехов получили 520 тысяч служителей. И мы планируем в Америке в Спринфилде открыть теологическую школу, где они будут обучаться. В настоящий момент мы открыли онлайн-теологическую школу, и там регистрируется почти 10 тысяч человек. Я не могу представить, как такое возможно. Точнее, насколько я слышал, было 6800 человек. Но я думаю, что еще человек зарегистрируется. И почти 10 тысяч человек будут обучаться в нашей теологической школе. В Америке 5 тысяч служителей получили спасение. И если они получат правильное обучение и будут передавать слово... Вот представим, в Америке есть 50 штатов. И тогда по 100 служителей в каждой штате будет передавать слово. И я не могу представить, как это красиво. Знаете, в моем детстве только в Южной Корее было 520 миссионеров из США. И было очень хорошо. Но когда Америка стала богатой, и когда Евангелие исчезло из их жизни, тогда страна начала входить во тьму. Я считаю, что путь служителя Евангелия очень важен. Если в 50 штатах по 100 служителей будут передавать Евангелие, то через 10 лет я уверен, что Америка изменится. Однажды король страны Эсватини посетил на саммит ООН в Америке. И тогда я встретился с королем, и я представил ему майн-образование. И пока мы ждали, когда к нам подойдет король, я увидел, что вокруг нас есть многие люди. И я спросил у одного, вы откуда? Он говорит, из самой. Я спросил, а для чего вы здесь? И говорит, я пришел для того, чтобы провождать премьер-министра самой. Потом я спросил, а могу ли я поговорить вместе с премьер-министром? Говорит, я спрошу у него. Сходил куда-то, потом возвращается. И говорит, премьер-министр хочет с вами встретиться. Мы встретились вместе с ним. Где-то 40 минут мы общались. Я передавал Евангелие. Представляете, он получил прощение грехов. Люди называют меня особым дипломатом. Знаете, на самом деле у меня очень плохие отношения с людьми. Знаете, я очень строгий и характер у меня нехороший. Но почему-то люди меня называют особенным дипломатом. Знаете, пастор Джонни, он приехал как муж посла. И его супруга получила спасение в Фиджи, когда мы передавали Евангелие. И мы пригласили его как нашего служителя. Он так был благодарен. Когда они возвращались в Фиджи, мы издали официальный приказ о том, что этого пастора мы отправляем от миссии Good News в Фиджи. Старший брат пастора Джонни, который является мужем посла из Фиджи, он является главой партии. Мы в прошлый раз с ним встретились. И он получил спасение. И в этом году будут выборы, и, по-моему, говорят, что он сможет стать премьер-министром. В этот раз мы отправили пастора И Дьонг Дон и Па Ген Чжун в Фиджи. На самом деле, в настоящий момент иностранцы не могут приехать в Фиджи. Но кабинет премьер-министра помог нам, и они смогли получить визу и въехать в эту страну. Сейчас они полностью переворачивают Фиджи. Хочется сказать, чтобы они не возвращались и дальше передавали Евангелие. Но я, конечно, не сказал. В следующий раз, может, кого-то еще отправлю. Знаете, хотя невозможно потрогать и невозможно увидеть, но наш всемогущий Бог совершает огромные дела. Я думал, что нужно еще делать, Господи? Господи, что я могу сделать? Я же ничего не знаю. Я знаю всего лишь несколько слов из Библии. Но удивительно то, что Господь Бог включает в меня свой план. А в Диане написано, как 3000 человек, 5000 человек получают спасение, и мы удивлялись. Ну, представляете, в прошлом году, в весной, во время библийского семинара, где миллиард человек слушали Слово, а осенью уже 2 миллиарда человек слушали Слово. 655 телерадиокомпаний транслировали наши проповеди. Мне кажется, что даже слушая эти слова не поверят нам. Если обратиться, например, к телеканалу КБС Кореи и попросить трансляцию Слова разрешают? Нет. А за границей же почему-то все разрешили транслировать Слово. Я передаю Слово в воскресенье. И говорят, это Слово слушает 80 миллионов человек. И это правда. Но Бог совершает те вещи, которые я не мог даже представить. Я всего лишь передавал Евангелие. Мы необычные люди. Как и высокие люди, так и низкие люди, как и образованные, и необразованные, и умные, и неумные, богатые и бедные, здоровые и больные. Все эти условия не имеют никакого значения. Мы входим в план Господа Бога. Читая Библию, мы познаем сердце Господа Бога. И когда мы соединяемся с Его сердцем, когда мы оставляем наши мысли и общаемся с Богом, то в какой-то момент вы сможете почувствовать, как Господь Бог ведет вашу жизнь. И с того момента не нужно беспокоиться, с чего одеваться или что есть. И на протяжении пяти дней в интернате в городе Кимчон, когда у нас не было еды, я ел два раза в день, и я был так благодарен перед Богом и счастлив. В настоящий момент пастор, который помогал нам, его нет в живых. Но он всем сердцем заботился о нас. И что удивительно, подобные деяния происходят с нами каждый день. есть течение этого мира. И появляются разные проблемы в этом мире. И в этих проблемах Господь Бог обязательно защищает своих детей и помогает, и это удивительно. Иисус Христос родился на земле. И когда родился Иисус, Он жил в Галилее. Но в Библии написано, что Иисус родился в Вифлееме. Как вы знаете, Иисус родился в Вифлееме. Они пришли для того, чтобы зарегистрироваться. Потом Мария родила Иисуса. Волхвы с Востока пришли, чтобы встретиться с Иисусом. И пастухи пришли, чтобы встретиться с Иисусом. Но еще был один человек. И Ирод также хотел встретиться с Иисусом. Волхвы с Востока пришли и встретились с Иисусом. И также пастухи встретились с Иисусом. Ирод же не смог встретиться с Иисусом. Казалось бы, он был ближе всех. И у него есть возможность иметь все условия, чтобы встретиться с Иисусом. Но цели были разные. Почему? Волхвы с Востока пришли, чтобы поклониться Иисусу. И пастухи пришли, чтобы поклониться Иисусу. Ирод же хотел встретить Иисуса, чтобы убить Иисуса. Волхвы сказали, что они хотят встретиться с Иисусом. И Ирод спросил у священников, и они подсказали, что Иисус должен родиться в Вифлееме. И что говорит Ирод волхвам? «Если вы найдете младенца, то скажите и мне, чтобы пойти мне и поклониться ему». Ирод обманывал, правильно? Он хотел убить Иисуса. Посмотрите, волхвы сказали, Ирод посылает солдат и убивает Иисуса. Вот так должно все было произойти. Если бы волхвы встретились бы с Иисусом, и они уже собирались пойти к Ироду и рассказать об этом. Но во сне явился ангел Господень и говорит «Идите другой дорогою». Ирод думал, что 100% встретится Иисуса. Он имел власть и силу и договорился с волхами. Ему нужно ждать. И тогда он точно думал, что ему подскажут, где Иисус, и хотел убить Иисуса. Но что удивительно, пастухи встретились с Иисусом, и волхвы также встретились с Иисусом, но Ирод же не встретился. Бог не дает Иисуса в руки Ирода. Написано, что волхвы с Востока принесли смирно золото и ладан. Я думал, а для чего принесли золото? Чтобы Иисус смог пойти в Египет, ему нужны деньги. И пока Ирод пытался убить Иисуса, золото. Господь Бог сделал, чтобы родители Иисуса могли продать золото и купили осла, потом перешли в Египет, купили дом и могли питаться и жить там. Господь Бог держит этот мир. Бог сделал, чтобы план по убийству Иисуса провалился. И мы видим, как Господь Бог удивительным образом защищает нас. Вы знаете, я был счастлив и благодарен, когда мог питаться, работая в интернате. Представляете, моя супруга была в положении. У нас не было ни копейки, поэтому нам нужно было голодать пять дней. Я не помню, как мы потом дальше питались, но как минимум пять дней мы могли питаться очень хорошо. Мы могли много есть, было вкусно, и мы были благодарны. В тех условиях, где никто не может помочь. Господь Бог каждое время защищает нас и помогает нам. Когда мы начали миссийскую школу, да, было очень много общения, ссоры. Мне казалось, что братья миссийской школы даже не думают. И поэтому мне приходится часто ругать их, и люди говорят, что я очень грубый. Да, такое тоже было. И среди проповедников есть те, которые ушли из церкви и стали противниками церкви. Ну, ведь везде было противление, ведь везде были проблемы. Разве есть место, где нет проблем вообще? Но знаете, что важно? Не я веду эту борьбу. Но удивительно наблюдать, как Господь борется за меня. Вы должны научиться жить верою. И нужно оставить тот способ, которым вы используете человеческие способы. Пока вы будете жить верой в Бога, я сказал моему сыну, И он говорил, у тебя есть два отца. Во-первых, я твой отец. А второй отец – это Господь Бог. Знаешь, я много раз думал, вот я твой отец и Бог твой отец. Я думал, какой отец может сделать лучше для моего сына. Я очень много думал. Но, знаешь, мне кажется, Господь Бог, Отец, Он сделает лучше, чем я. Конечно, ты называешь меня отцом. Но в моем сердце я оставил должность отца и поручил Богу. Конечно, ты называй меня дальше отцом. Но не я твой отец. А Господь Бог является твоим отцом. И также твоя мать, хотя родила тебя, но тот, который будет благословлять тебя – это Господь Бог. Конечно, мой сын до сих пор называет отцом, он не называет меня братом Паком или пастором Паком. И я его называю сыном. Мы хорошо общаемся. Но я ясно ему рассказывал, что Господь Бог будет заботиться лучше, чем я. Моя внучка получила награду от президента Трампа. Однажды она рассказывала. Знаете, мой отец, он делает все, что говорит дедушка ему. Старший брат хорошо учится и получил награду за отличие. А она же не смогла получить награду. Тогда ее отец сказал ей, «Сонёк, если ты будешь учиться как твой брат, ты тоже сможешь получить награду». И она усердно училась и в конце концов получила награду президента Трампа. Я был очень благодарен. И я скопировал грамоту эту в 20 экземплярах. И хотел раздать близким. А потом подумал, я что, буду хвалиться моей внучкой, что ли? Поэтому я никому не дал, я у себя держу их. Но что я хочу сказать? Господь Бог помогает моему сыну, дочери и моих внуков и внучек. И также церковь Миссии Гуднёс в Каннаме. Я ясно вижу, как Он ведет все это. Дорогие слушатели, знаете, что важно? Я уверен, что у каждого из вас есть план по приобретению квартиры или машины, или по воспитанию детей. Но если вы сегодня поручите вашу жизнь, чтобы Бог планировал вашу жизнь... Каждый раз, когда я читаю Евангелие от Матфея... Люди, которые хотели встретиться с Иисусом... Был и волхвы, были пастухи, был Ирод... Три группы людей хотели встретиться с Иисусом. С какой бы стороны не посмотреть, у Ирода лучше условий, чтобы встретиться с Иисусом. У него есть армия, он находится ближе всех к Иисусу. Но волхвы, которые пришли из других стран, встретились с Иисусом. И пастухи, не образованные, встретились с Иисусом. А Ирод же не встречается с Иисусом. Почему? Потому что Бог запретил. Он хотел убить Иисуса. Поэтому Господь Бог явился. Иосифу и они ушли в Египет. Волхвы подарили смирну, золото и ладан. Я вот ничего не знаю, но я знаю, для чего Бог дал золото. Поскольку золото стоит дорого, чтобы они могли продать золото. Может, они купили тележку, чтобы переправиться в Египет. Или, может, купили одежду и пищу, чтобы они могли прийти в Египет. И Господь Бог даст столько золота, чтобы они могли спокойно жить в Египте. Бог все рассчитал. Бог вместе с вами не потому, что вы совершенные. Порой вы делаете ошибки. Порой вы делаете что-то неправильное. У вас есть недостатки. Но если вы сделаете, чтобы Бог вел вашу жизнь... Знаете, моя жизнь кажется, что она только снится мне. В миссисской школе, которую мы основали, будет учиться в каждом курсе по 10 тысяч человек. Сейчас я проверяю цикл проповедей лекторов всех. И хочу убрать лишнее и добавить хорошее. Вот этим я сейчас занимаюсь. Знаете, имея Евангелие, которое мы передаем, если они будут знать о прощении грехов, если они будут знать, как передавать Евангелие, тогда эти люди, 5 тысяч служителей только в США, если будут передавать Евангелие, допустим, в Америке 50 штатов, тогда в каждом штате будет по 100 проповедников Евангелия. Мое сердце начинает гореть от этой мысли. И я думаю, что Америка изменится. Где-то месяц тому назад я сказал директор хора Грачес, запишите концерт Рождества в этом году. Они не могли нигде снять, и поэтому сняли Большой собор. На самом деле снять видео непросто. Попробуйте послушать выступление хора Грачес. Они без микрофона поют в видео. Но звук такой чистый. Знаете, как это стало возможным? Как можно так хорошо петь без микрофона? Поставив микрофон, записывают сначала, потом убирают микрофоны, включают запись, и под эту музыку все открывают рот и играют на инструментах. И поэтому на видео запись музыки используют с первого раза, а в видео же со второго снимки. И поэтому, в общем, нет микрофонов. Но они поют, как пели первый раз. Но звук прекрасен. Встретили группу, которая помогала снимать видео. Сняли помещение. Хотя мы не умеем, но мы начали этим заниматься. И видели, как Господь Бог помогает нам, и это было удивительно. 700 телевидений в Америке на Рождество показывали концерт хора Грачес. По всему Америке, я уверен, что выступление хора Грачес покрыло сердца людей. Но знаете, когда мы начинали хор Грачес? Мы начали в 2001 году. Сначала мы встретили многих молодых людей и встретили организацию iWife. Дети, которые выросли у родителей, которые развелись. Я видел, что в их сердцах есть очень большие скорби. Я встретил многих молодых людей, которые хотели убить отчима или мачеху. Молодые люди должны улыбаться и радоваться. И когда я видел, что молодые люди живут с этим горем, мне было так жаль их. И мне хотелось как-то помочь им освободиться от скорби. И поэтому мы начали хор Грачес, чтобы музыкой хора могли утешить сердца. Сначала мы отправили их в Санкт-Петербург, в консерваторию. Их учили петь. После этого, поскольку мы подружились с консерваторией Санкт-Петербурга, мы начали приглашать профессоров оттуда. И к нам приехал всемирно известный господин Борис Абальян. И он был лучшим дирижером мира. Я ничего не знаю в музыке. Знаю только доре ми фа. Но, знаете, во всех наших делах Бог помогал. Когда мы начинали трансляцию проповедей, я уже рассказывал вам, господин Ли Хон Мок получил спасение. Когда его супруга, сестра Чон Мюн Сук, была учительницей школы, она была учительницей школы, услышала Евангелие. А в то время господин Ли Хон Мо очень усердно ходил в церковь. А его супруга не ходила в церковь. Но когда она получила спасение, то ее муж, чтобы она не ходила в нашу церковь, он переехал даже в Италию. Думал, что в Италии все будет хорошо. А поскольку Италия рядом с Германией, миссионер из Германии начал приезжать к ним. Из соседних стран начали приезжать служители. И его мама перед смертью получила спасение. И когда она получила спасение, Пресвитер Ли Хон Мо много думал перед смертью матери. Он так сильно противился с супруги, и поэтому понимает, что такое спасение. Он хотел, чтобы его мама получила спасение. Надо сказать, чтобы она получила спасение. Но в той церковь, где он ходил, там не говорили о спасении. Поэтому он переехал в Тэжон. И однажды я пошел к ним в гости. И действительно, немного времени оставалось с его матери. И я увидел сестру Чонг и брата Ли. Я сказал, «Здравствуйте». Он так посмотрел на меня. Я зашел в палату. И я очень громко пел гимн. Знаете, вот смотрит, а его мама ведь при смерти. А пастор поет гимн, да? Поэтому он не мог не прийти. И сел он рядом. И я начал передавать Евангелие. И после этого его мать умерла. И сестра Чонг помогала им. Пришел пастор из церкви, куда ходил господин Ли. И он смотрит. Атмосфера какая-то странная. И он спросил у него, «Мне проводить собрание или нет?» Да? А он думал, «Что это за вопрос?» Пастору Ксупаку никто не говорил, а он собрание провел. «Если тяжело, надо же проводить собрание. Как можно задавать подобный вопрос?» Он что? И у него открылась душа перед нашей церковью. И во время похорон мы проводили собрание. И потом он поверил в Иисуса и получил спасение. Однажды он пришел ко мне. «Пастор, скажите, почему мы не занимаемся служением в интернете?» Я сказал, «Я бы хотел бы заниматься, но я не знаю, как это делается». И при старье Мо он тогда основал основание для интернет-служения. И помню, он так радовался, что сайт под названием «Куньюз» был свободен в то время. Я хотел вместе с ним жить до 80 лет. Конечно, по воле Господа Бога, но он ушел раньше меня. И поэтому мне было так обидно. Но все равно он был в плане Бога. Когда я смотрю на план Божий, Ирод, царь земной, хотел убить Иисуса. Волхвы пришли, чтобы поклониться Иисусу. И пастухи пришли, чтобы поклониться Иисусу. И Господь Бог прикрыл путь Ироду. А волхвы и пастухи встретились с Иисусом. Когда Иосиф должен был пойти в Египет, волхвы дали им золото. И поэтому купили колесницу, может, или ослов. Купили дом в Египте. И я думаю, что они хорошо прожили в Египте. То есть Господь Бог заранее уже все готовит. Хотя у нас есть враги, но нет никого, кто бы может победить нас. Потому что Бог жив и действует. И вы не представляете, как удивительна сама вера в Бога. Если мы не задумываемся, тогда нам будет казаться, что неясно. Но если мы внимательно вчитываемся в Слово Библии, как подобное может произойти? Такие мысли будут приходить к нам. Но поскольку это Бог делает, у нас появляется вера, что Бог будет действовать. Знаете, когда вы готовите вашу старость, или водущее будущее, или воспитание детей, и когда Бог делает, это разница как небо и земля. Ирод думал, я сказал волхвам, поэтому волхвы пойдут, а потом расскажут, где Иисус мне. Потому что я сказал, что я хочу поклониться Иисусу. И тогда я смогу спокойно убить Иисуса, думал Ирод. И он верил, что так получится. И волхвы хотели вернуться к Ироду. Но что же сказал Бог? Идите другую дорогою. Кого они будут слушать? Бога или Ирода? Ангел Божий сказал, чтобы Иосиф и Мария пошли в Египет. Они смогли уйти от всех гонений и страданий. И Господь Бог дал золото через волхв, чтобы они могли спокойно жить в Египте. И мы начинали без ничего. Часто не было еды. Часто приходили трудности. Да, порой были серьезные проблемы, но Господь Бог кормил и помогал. И Господь Бог допустил сегодня, чтобы через нас передавалась Евангелие по всему миру. Дорогие слушатели, если вы повинуетесь Господу Богу, если вы научитесь вере, попробуйте читать слово в Библии. Волхвы пришли, чтобы встретиться с Иисусом. И пастухи пришли к Иисусу. И Бог открыл перед ними путь. А когда Ирод хотел встретиться, Бог закрыл путь. Если вы будете жить верой в Бога, то даже в невозможных условиях Бог откроет путь. Ирод хотел убить Иисуса, Но Господь закрыл путь. Да, мы не можем увидеть глазами Бога, поэтому нам кажется, что мир течет по своим руслам. Но когда мы находимся в плане Бога, когда мы соединяем наше сердце с Богом, когда мы отдаем себя в Господу Богу, когда мы отдаем свое сердце Ему, мы становимся людьми Божьими. И тогда Господь ведет всю вашу жизнь, открывает путь и действует. Миссионер Ли Цяньо, он вернулся к Богу. Знаете, я был очень благодарен. Он потерял слух, и поэтому он не мог ничего услышать. Я просил, я думал, что он больше не сможет служить Богу. И я думал, вдруг он захочет вернуться из Ганны в Корею. Но представляете, хотя он ничего не слышал. Когда его супруга пишет ему на тетрадь, тогда он читает и передавал Евангелие. У него есть сыновья, и они сказали, что хотят похоронять отца в Корее. Я сказал, да, хорошо. Но знаете, составные церкви в Ганне, они сказали, о чем вы говорите? Миссионер Ли сказал, что вы похоронили его в Ганне, поэтому мне его нельзя переводить в Корею. Он должен быть рядом с нами. И вчера вечером мне сообщили. Миссионер Ли завещал, чтобы его похоронили в Ганне. Я ничего не мог сделать. Рядом с молитвенным домом есть земля. И решили купить эту землю. И купили машину. И он строил новые планы и умер. Сказали, давайте мы привезем его. И он хотел купить землю рядом с молитвами дома, купить автобус. Но в Царствии в Небесе есть новая земля. Может, поэтому Господь Бог забрал его. И миссионер просил, чтобы его похоронили в Ганне. И поэтому я сказал, если церковь Ганна это хочет, то, пожалуйста, похороните его там. Он очень прекрасный человек. Он не был известным миссионером. Он не был выдающимся проповедником. Однако у него было горячее сердце перед Богом. И жил только ради Евангелия. Когда он потерял слух, я думал, что он скажет, что больше не может служить Богу. Мне хотелось сказать, что он вернулся в Корею, но я не сказал об этом. И он не хотел возвращаться, он решил там передавать слово. Я сказал, хорошо. Потому что проповедуем мы же устами, а не ухом. Если есть уста, можно передавать слово. Не проблема. Господь Бог не закрыл рот, а закрыл ухо. Чтобы он не слышал голос этого мира. Чтобы он слышал только слово Бога и передавал Евангелие. И он вел драгоценную жизнь. Если мы просто посмотрим, если мы просто смотрим, кажется, что он просто стал перед смертью. Но это не все. До того, как придет к вам смерть. Поручите вашу жизнь Богу. Бог будет вести вашу жизнь. Попробуйте верить в Бога. Как написано в Библии. Ирод должен был убить Иисуса. И казалось бы, что у него получится. Но Бог не допустил. И мы можем вести самую прекрасную жизнь, когда мы будем в воле Божьем. Я желаю, чтобы ваша жизнь была самой благословенной. И чтобы были плоды Божьи. Ваш план Сатана может разрушить. А план Божий не может Сатана разрушить. И даже если Сатана построит идеальный план, Бог совершенно может защитить нас через Бога, чтобы мы увидели славу Ебу. Я желаю, чтобы Бог прославился через вас. Я думаю, что есть многие драгоценные служители, которые в конце концов вернутся к Богу. Но мы будем по всему миру передавать Евангелии. Не надо принимать только время. Смотрите Библию. И верьте в Слово Бога. Тогда я верю, что Бог будет действовать в вашей жизни. До пришествия Иисуса. Не вашим планом, а планом Божьим. Я желаю, чтобы вы жили. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok